всем привет всех рада приветствовать на этом канале сегодня я хочу с вами пообщаться на тему ухода как и обещала в предыдущем видео хочу сегодня рассказать про свой уход который у меня есть это и вечерний уход и утренний соответственно а что я использую чем я пользуюсь что могу рекомендовать что мне нравится но в принципе забегая наперед могу сказать что мне все здесь нравится и сейчас такая подборка у меня которая действительно эффективно помогает мне и кожа себя чувствует превосходно отвечает мне благодарностью но и как бы в принципе хочу с вами поделиться и рассказать вам и посоветовать чтобы вы могли тоже это все использовать не знаю сколько будет длиться наше видео так что саживайтесь поудобнее чай кофеек и давайте приступим начну я это видео с именно с вечернего давайте ухода там немножко как бы посложнее и попольше так сказать позиции которые я использую и так когда у меня нанесен майкап даже если не нанесен или я крашусь без разницы я всегда использую двухэтапное очищение и я могу это делать в двух направлениях то есть у меня есть выбор значит первое я могу использовать как первый этап очищения это вот такой вот бальзам all clean balm от марки хемиш покупала я его на херп превосходное средство превосходное обратите на него внимание первый раз я попробовала в кей бьюти косметичка мне понравилось достаточно хорошая там мини версия в которой можно понять нравится не нравится и заказала себе полную версию она еще была на акции было превосходно значит открывается такая вот крышечка здесь у нас идет как бы лопаточка да и значит крышка которая у нас сохраняет вот такой вот бальзамчик я недавно его начала и что могу сказать что я еще раз убедилась что я правильно сделала выбор потому что экономичный расход просто экономичный расход а надо совсем мало растирается на ладошках наносите на лицо он растворяется он просто снимает макияж на ура стойкие не стойкие без разницы даже если у вас как бы глаза достаточно там а у меня карадаш да я подвожу межрешничную подводу подвожу межрешничный так вот контур и он достаточно такой стойкий это стил аута хорошо снимает хорошо убирает никаких таких-то загрязнений замылистость ничего нету превосходная версия превосходное вообще не нравится я думаю что буду прибегать не раз и вам советую обратите внимание и также в первом этапе ухода очищения я использую в тоже не так давно вот такое вот гидрофильное масло японское направление значит это у нас марка ходолаба покупала я в подружке тоже была по акции и взяла попробовать очень сильно хорошие отзывы у них по поводу тоника и еще не пробовала но планирую значит и этот гидрофильное масло с герлоновой кислотой здесь 200 миллилитров кстати вот в этом химише сколько здесь у нас идет емкость 120 миллилитров а здесь 200 миллилитров и вы знаете мне так понравилось я вам могу прямо однозначно советовать и однозначно я буду его покупать и не раз почему до этого я пользовалась гидрофильным маслом корейское в пустых баночках уже находится расскажу и немножко по расходу там не так все хорошо здесь очень классно два нажатия помпа очень все видите удобно нажали тоже также распределили по рукам нанесли на лицо хорошо просто распространяется хорошо убирает макияж здесь конечно гидрофильное масло не совсем хорошо убирать глаз водостойки какие-то косметику водостойку то есть карандаши там тушь или еще что-то но все равно он классный то есть как бы я могу на усмотрение либо я это использую либо я это использую как первый этап очищения дальше вторым этапом очищения я пользуюсь тоже двумя двумя позициями первое это у нас марка клаву а вот такой вот пробник у меня был в кей бьюти косметички здесь 30 миллилитров это у нас как крем да это крем корейское направление здесь вообще надо горошинку вот просто маленькую горошинку и он классно распределяется по коже а не пенится после него нету стягивание кожи не сушит даже такое ощущение что и можно как бы ничего не наносить на коже но так как я ухаживаю за ней естественно у меня не дальнейший уход классное средство мне очень сильно нравится я конечно же как только закончится не знаю когда закончится правда но я плюпал на размерку и я вам могу просто ее советовать обратите внимание на сайте ахерп я покупала полноразмерка 120 миллилитров я ошибаюсь я не представляю 120 миллилитров это на какой период времени вам хватит очень здоровское средство имеет такое нейтральное нейтральный такой запах даже больше знаете такой немножко какой-то конфетно-карамельное что такое такое немножко вкусная вкусность какая-то мне очень понравился и здорово очищает здорово все снимает классно очищает если где-то вы не дочистили с глаз классно снимает все с глаз вообще здоровское и забивает порой и ну просто просто классно я просто вам советую обратите на него внимание и второе средство тоже недавно я с ним познакомилась это вот такая вот громадная бутылочка здесь у нас 473 миллилитра цераве или караве как правильно это произносить очень классное средство мне очень понравилось не пенится не мылится здесь совершенно уникальная очищающий крем гель без пены бережно очищает увлажняет не нарушая естественно наш ph баланс здесь необходимые церамиды 33 направления и герлоновая кислота классное средство то есть здесь тоже я на выбор беру либо вот этот крем для умывания либо вот этот вот гель и очень очень крем гель он идет очень классно мне нравится обратите внимание советую советую и буду прибегать потому что но классно очищение идет я вообще рада какой час у меня идет вот этих вот два этапных очищения во первых даже само то что это происходит в два этапа это очень правильная версия и вы увидите как ваша кожа изменится увидите что ваши высыпания уйдут вы увидите что приобретать будет натуральный цвет лица то есть здоровый цвет лица увидите как ложится у вас ровно классно макияж вы увидите как тональное средство тоже самое оно не будет забиваться в поры и не будет там забиваться в складке то есть вы увидите как действительно ваша кожа начинает сиять я вас уверяю двухэтапные двухэтапные очищение это очень правильный подход к уходу за кожей я этим пользуюсь методом где-то побольше с полгода но я очень довольна что наконец-то я как бы услышала перешла и начала этим пользоваться и вот эти вот средства которые я использую в первом этапе и во втором этапе и так мы сейчас говорим про вечерняя уход значит очищение мы очистили кожу наша кожа очищена что я дальше делаю если у меня разные есть вечерние уход и разные средства которыми я пользуюсь хочу сказать еще один момент а значит если я очищаю кожу я могу очищать кожу показать свой гаджет это от марки клиник я заказывала и я могу очищать второй второй этап очищения вот именно этим гаджетом это такая щеточка которая идет не просто там размыливается да вот она идет вибрируется то есть она выталкивает загрязнение и спор то есть вы направляете и за счет вибрации выталкивания вот этого загрязнения и спор черных точек что могу сказать что некоторые слышал такие отзывы что ухудшилась кожа ничего подобного в моей коже все нормально наоборот очень хорошо я не могу сказать что я очень часто ее использую но я использую ее и почему потому что мне достаточно того очищения то что мне дает и первый этап или и второй но гаджет присмотритесь очень хороший дальше значит когда я очистила и тут я понимаю что я буду наносить у меня бывает несколько направлений ухода за кожей это может быть я использую витамин c это может быть я использую ретинол это может быть я использую кислоты в тот день когда я использую давайте начнем кислоты я их использую только раз в неделю только раз в неделю у меня есть три направления кислот значит первое направление это куплено на сайте ахерп от марки йос это гликолевый пилинг 30 процентный с ретинолом и зеленым чаем здесь 30 миллилитров вот такая вот я храню ее в коробке и я использую ее только раз в неделю потому что не могу сказать что я всем этот пилинг советую с ним надо быть осторожным если ваша кожа уже привыкшая к кислотам ретинолом то есть вы уже используете а не то чтобы в первый раз никогда этого не делали нанесли этот пилинг сожжете моментально я вас уверяю нет если у вас уже проверенная кожа если вы уже все пользуетесь такими средствами то пожалуйста как бы я могу вам рекомендовать очень хороший пилинг очень мне нравится значит этот пилинг в таком вот бутылечки светлом находится с помпой здесь все закрыто помпа значит вот такая вот да и вы нажимаете сейчас хочу вам показать здесь так да я нажимаю и я могу нажимать на ватный диск могу нажимать на руки и просто распределять я вообще в последнее время отказалась от ватных дисков не знаю почему но как бы так оно и есть я наношу на руки во первых экономичные средства у вас долго сохраняется наношу на руки и распределяя руками и все замечательно этот пилинг надо держать очень мало то есть это смываемый пилинг сейчас я вспомню так 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 производство у нас сша идет вообще эта марка очень хорошие отзывы и очень здоровский не могу вспомнить 8 или 10 минут не больше его нужно его нужно держать на лице 8 или 10 минут вы держите на лице здесь вообще этот пилинг пришел прям с такой инструкции с подготовкой обязательно ознакомьтесь потому что он очень агрессивный и очень серьезный поэтому там просто так не прокатит если вы что-то можете моментально сжечь кожу у меня тоже были такие моменты где допустим не зажили какие-то высыпания они сжигались моментально образовывалась корочка поэтому будьте осторожны с какие-то ранки или сильные высыпания тоже но кислоты нам нужны для того чтобы нам действительно не только с поверхности снять эргоевший слой отшалушить но и внутри да и за счет кислот вот эти вот высыпания они меньше выступают второй также смываемый пилинг тот же 30 процентный гликолевый пилинг 30 миллилитров и это от марки the ordinary которые я вам очень сильно хвалю и которые я полюбила кстати вот этот пилинг когда вы его вскрыли здесь не пишется да то есть сколько можно его использовать ну ладно здесь можно использовать 12 месяцев а значит новых нестандартных упаковках это как многие говорят кровавый пилинг да он у такого вот достаточно красного цвета и с пипеткой идет с пипеткой матовое стекло идет с пипеточкой наверное вот не открою хотела вам показать чтобы может быть вы увидели вот такое вот у нас красный показывал когда я показывала посылку то я вам рассказывала про него да он здоровский у меня здесь уже практически на половину заходит его использую его я держу тоже в зависимости от состояния смотрю кожи 10-15 минут но первоначально конечно нужно держать меньше и постепенно увеличивать время замечательный пилинг но что самое интересное здесь 30 процентов 10 процентов но это намного агрессивнее будьте осторожны это очень агрессивный пилинг очень такой серьезный жесткий но эффективно здесь тоже 30 процентов тоже держу 10-15 минут смываю вообще пилинги как раз кислотные мы смываем прохладной водой чтобы нейтрализовать остановить вот этот вот процесс нейтрализовать желтизну чтобы убрать поэтому чтобы остановка процесса была и значит смываю и соответственно потом я уже продолжаю процедуры когда то что по уходу дальше у меня идет и третье что я хотела вам показать это вот такой вот тоже гликолевый крем это уже в виде крема это ночной крем я его не смываю 10 процентов значит это у нас марка какая-то у нас марка а а ривива лапс это марка ривива лапс значит вот такая вот там и конечно к нему я пробегаю чаще да я вам сказала то что я раз в неделю использую кислотный пилинг это не значит что раз в неделю 1 2 3 нет я выбираю на выбор у меня три направления и вот этот вот кремушек я использую почаще ну потому что мне хочется его быстрее добить у меня как бы уже там маловато осталось такой немножко запах у него знаете прям чувствуется что там кислотный пилинг вот и в то же время как бы я чувствую по состоянию кожи значит вот этот крем я наношу его но наношу его всегда а если те те пилинги они смываемые я прям вот очистила кожу и сразу наношу а этот крем он несмываемый я его наношу на глюколевый тоник у меня от марки the ordinary смотрите сколько уже уже осталось а вот такое вот пилинг не пилинг вернее а тоник семь процентов гликолевый этот тоник the ordinary я распределяю его здесь ph 3 и 6 что очень даже хорошо и верно я его спределяю не на ватный диск на руки я наливаю и сразу на лицо распределяю то есть чтобы экономнее и сразу попадает в принципе на лицо я нанесла сначала вот этот пилинг в принципе я его наношу вы знаете систематично постоянно и ну может быть я ему не не наношу то есть каждый вечер каждый день каждый вечер может быть я его не наношу там в период когда витамин c не наношу а так я постоянно его наношу чтобы напрямую уже витамин c попадал поэтому чтобы между кожей и витамин c не было вот этого тоника а так всегда ретинол кислоты я использую я его наношу да значит нанесла вот этот вот тоник и потом уже соответственно я наношу этот вот крем гликолевый пилинг 10 процентов и моя кожа чувствует себя замечательно да есть легкое покалывание может быть легкое покраснение но она уйдет буквально там через 15-20 минут и все замечательно и вот этот вот крем он прям впитывается всасывается в мою кожу на утро конечно же ты чувствуешь результат как кожа подтягивается как кожа разглаживается пор у меня совершенно никаких нет таких сильных явно выраженных я вообще всегда борюсь с морщинами и как бы все замечательно все это происходит очень даже здорово еще даже я когда использую этот крем я могу поверх этого крема нанести другой крем увлажняющий чтобы как бы закрыть этот крем бывает и такое бывает я просто оставляю я смотрю все по состоянию индивидуально а бывает что я наношу крем увлажняющий я потом я вам покажу какие крема я использую и так это то что касается тоников и так у меня вернее пилингов у меня есть 7 процентный гликолевый пилинг тоник пилинг тоник у меня как бы на одном языке да очень классный могу рекомендовать некоторым он не пошел по отзывам то что жжет обжигает и так далее у меня он здорово взошел моей коже он понравился и мне нравится он очень сильно мне нравится у меня таковых тоников больше не существует у меня нет увлажняющего тоника я это как бы перестала пользоваться тониками и напрямую чтобы не как бы сказать напрямую наносить и средства уходовые которые я применяю и так вот этот тоник он не один единственный и то что касается вот крем этот крем есть конечно в пяти процентах гликолевый а можно начать с него которые только начинающие но я сразу начала десятку потому что 10 процентов потому что я знаю свою кожу она у меня достаточно такая толстая и поэтому еще подготовлены поэтому как бы соответственно этот крем я могу рекомендовать от него хорошие результаты мне он очень нравится и так дальше если я не ношу в этот день кислоты я наношу допустим ретинол что я делаю значит я умываюсь очищаю двухэтапное очищение а также использую вот этот вот гликолевый тоник нанесла он сразу проникает в кожу сразу он как бы высыхает ничего не не надо долго ждать и после этого я наношу ретинол сейчас у меня пользуюсь вот таким вот ретинолом именно ретинол однопроцентный скволание марки за орден ли 30 процентов такая же коробочка как обычно значит здесь все аналогично как и в предыдущих бутылочка здесь затемненное стекло я начала его совсем недавно до этого я использовала в эмульсе там был не ретинол там было грановите грана грана активные то есть эта ступень ниже этот был по более серьезнее по более так сказать и мощнее что могу про него сказать я начала его использовать моя кожа его приняла очень хорошо очень хорошо его приняла по поводу ретинолов ой по поводу то не этих кислот извиняюсь я могу вам рекомендовать все эти кислоты которые я использую но будьте осторожны кожа должна подготовиться так вернемся к ретинолу этот ретинол тоже я могу рекомендовать он мне очень понравился если предыдущий ретинол у меня уже в пустых баночках я об нем потом расскажу он был хороший я могу его рекомендовать но для меня он был такой немножко слабоватый может быть когда-нибудь я к нему вернусь может быть в летний период этот ретинол именно ретинол то есть уже на уровень выше здесь один процент сквалане кожа не ощущает не колет не краснеет не облазит а практически пользовалась каждый вечер но я чередую вечер ретинол вечер и витамин c я покажу как у меня витамин c он можно сказать на одном уровне с ретинолом как считаете как пилинг потому что большой процент но это все постепенно постепенно дойдем до этого значит то что касается именно вот этого ретинола мне очень сильно понравился на следующее утро как выглядит моя кожа она во первых увлажненная она напитанная она разглаженная и она очень красиво выглядит и поэтому я прям вау классно конечно я ожидала от ретинола знаете то что как обычно там какое-то воздействие ты чувствуешь покалывание покраснение нет этого не было а именно вот на следующее утро я видела результат покажу вам поближе вот этот вот ретинол мне очень понравился конечно же я его дальше допользую уже такой окончательный вердикт я скажу пустых баночках но мне понравился могу вам его рекомендовать и так значит когда я использую ретинол очищение гликолевый тоник ретинол и я могу так оставить и пойти спать либо я могу нанести опять же крем который закрывающий крем либо это увлажняющий либо другой у меня есть два вида крем кремов которые ночные и мне они очень нравятся попозже расскажу поэтому обязательно оставайтесь до конца этого видео чтобы узнать самое интересное все что чем я пользуюсь и что могу вам рекомендовать дальше если в этот период вообще у меня вот такая вот схема у меня вечер ретинол то есть схема ухода у меня всегда одинаково вечером либо ретинол либо витамин c и очередую день это день это и один день посерединке у меня кислоты и поэтому получается что если у нас в неделе 7 дней у меня три дня всегда выходят ретинол три дня витамин c и один день кислоты это только вечерний уход наношу я закрывающий крем или нет это уже я смотрю по состоянию моей кожи как она реагирует и хочу ли я это ну почти моему чувствованию и так тот вечер когда я наношу витамин c что я делаю я значит омываюсь все то же самое и я не наношу уже вот этот вот тоник не наношу иногда наношу иногда и наношу тоже в зависимости как я хочу какое действие хочу в последнее время я этого не делаю почему потому что у меня появилась витамин c очень большой дозировки до этого мне немножко даже не закончился я хочу вам показать этот витамин c он у мне уже осталось его там маленечко от марки к клэрс покупала на сайте ахерпу ведь она к вам открывается а значит здесь у нас 35 миллилитров такой вот бутылечек беленький не окисляется не темнеет в деньки держать не надо дешево ванне у себя а вот с пипеточкой значит не буду открывать здесь у меня осталось вот совсем прям чуть-чуточку и так вы добью его попадет мне в кусты бутылочки и потом про него буду вам пить воды потому что могу вам его рекомендовать очень классное действие происходит после этого витамина c но на данный момент конечно витамин c для меня уже слабоват потому что настолько использую я в своей уходе в своем для своей кожи вы не представляете поэтому соответственно как в летний период обязательно вернусь и буду использовать замечательное средство классно увлажняет классно питает он не сразу впитывается потому что он как будто такое ощущение как будто там находится масло хотя составе масла нету и он классно высвечивает подсвечивает из-под кожи классное свечение и в постоянстве если вы используете не после первого раза вообще витамин c вы сразу результат можете не увидеть это накопительный эффект который можете увидеть через какой-то период времени и вам кожа скажет спасибо ваша кожа не постареет настолько сколько должна была бы или она защищена от наше воздействие окружающей среды от стрессов и так далее значит вот это вот витамин c он для этого нужно то есть мощнейший оксидант мощнейший и значит что я могу сказать этот витамин c мне понравился я могу рекомендовать как начинающим здесь у нас идет дозировка так 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 как я скажу вам здесь идет у нас дозировка 5 процентной аскорбиновой кислоты при вскрытии в течение 12 месяцев должны использовать значит очень классное средство очень здоровская к этому средству я всегда использую я купила нам в сайте ну марку за орденере я купила ресвератрол 3 процента фируловый оксид 3 процента я добавляю несколько капель ну можно сказать так полу полу пипетки тоже он здесь находится затемненный вот у меня уже половина его нету затемненной таком вот бутылечки его не надо держать в холодильнике вообще все что я сейчас показываю не надо держать в холодильнике кроме одного средства двух средств которые вам покажу и вот этот вот ресверантрол и фируловый оксид я добавляю витамин c как парочку чтобы усилить витамин c чтобы сделать его мощнее сильнее и чтобы он больше работала прогрессировал вот так вот я их использую а в данный момент значит это то что касается хотя вот этот витамин c не обязательно использовать вечером можно использовать и утром и классно у вас будет майкап и вообще увидите как она будет подсвечивать и когда хорошо у вас держаться на вашей коже но вот он у меня говорю по заканчивается я уже начала нового витамин c который ко мне пришел сайта херб я его показывала в покупках в одном из предыдущих видео это вот такой вот витамин c от марки и вейш тренд здесь 21 с половиной процента это конечно мощнейший витамин c вот такое затемненное стекло я его храню только в холодильнике вот именно это средство нужно хранить в холодильнике обязательно и его нужно использовать в течение двух-трех месяцев хотя здесь конечно заявляет производитель в течение шести месяцев но желательно два-три месяца не больше и потому что витамин c теряет теряет свои свойства и чтобы он больше проработал нужно его в этот период использовать и поэтому конечно же я им пользуюсь то есть пользуюсь вечер витамин c в основном час вот этот вот пользуюсь вечер ретинол и один раз в неделю кислоты и конечно же к этому витамин c я могу также ресферантрол и эфироловый оксид также добавить пару капель он еще больше усилит витамин c конечно есть ощущение покалывания немножко такого знаете чувствуется что там работает что-то стягивает но я это версия только на вечер только на вечер и просто вот этот вот ресферантрол он такой вот немножко имеет масляную консистенцию нужно дать время питаться то есть это 15-20 минут и потом спокойно ложиться как бы спать чтобы на подушке ничего не осталось чтобы вы не переживали и конечно же вот это вот очень здоровски мне это нравится да и что могу сказать по поводу витамина c если вы наносите а допустим вечером более какую-то сильную дозировку вы можете утром конечно же в такой вот дозировке пяти процентов наносите утром ничего страшного нету чтобы наносить вечером и утром наоборот это даже хорошо для вас то что касается витамином c витамин c я никогда не закрывала кремом никогда не наносила закрывающий крем увлажняющие такого не было если после ретинола после кислот да я могу нанести крем закрывающий увлажняющие чувствую что это нужно сделать чтобы не сжечь кожу чтобы не навредить не облазить потом какой-то там коркой или шелушиться да эти крема у меня какие сейчас расскажу первый крем я использую а вот такой вот это тоже покупал на сайте ахерп не буду ломать язык вы посмотрите сами марку вот этого крема у меня здесь 50 миллилитров 56 даже здесь очень крутейший состав этот крем даже я могу наносить вот не хочу я ничего вечером делать не ретинол не кислоты не витамин c но ничего не хочу вот и нашел этот вот крем после очищения могу нанести вот гликолевый тоник и вот этот вот крем наношу и здоровски в принципе даже в летний период это хорошо делать здесь крутейший состав и здесь очень очень витамин c здесь находится здесь дома е здесь значит что у нас здесь идет и оксид то есть здесь очень хороший состав и почитайте горлона кислота гликолевый оксид глицерин то есть очень хорошие это крем считается антиич такой подтягивающий то есть он уплотняет кожу и подтягивает и вы это чувствуете этот эффект конечно здесь запах вот у меня сколько уже осталось запах этот конечно не всем нравится но для меня он приятен но я не постоянно балуюсь конечно этот запах почувствовать все ваши домочадцы но наносить его только на вечер утром наносить его не рекомендую достаточно жирноватенький макияж ляжет не совсем хорошо вот и тем более если у вас жирные жирная кожа да значит крем замечательно присмотритесь я им пользуюсь он как антивозрастной крем очень просто классный и второй крем я с ним недавно познакомилась это марка сукин тоже на сайте ахер покупала здесь 120 миллилитров это крем себя как бы представляет как с натуральными компонентами здесь просто состав классный он натуральный он полностью натуральная это ночной крем хотя этот крем в принципе можно наносить как и дневной и классно ложится макияж и классно можно использовать он просто здоровский вообще этот крем он такой вот беленький он увлажняющий он хорошо впитывается он хорошо распределяется он даже знаете такой немножко как суфле что ли вот такой вот он очень такой вот ну очень мягкий очень хорошо впитывающий запах такой немножко как бы травяной что ли вот что то такое там вот есть в составе очень замечательно хорошо впитывается и хорошо увлажняет шикарно увлажняет присмотритесь к этой марки могу вам рекомендовать и классный объем и цена его недорогая в эту на акциях систематично но цена недорогая там в районе 800 рублей или 700 не знаю то есть на сайте ахер покупаю вот эти два крема ночных у меня еще дневной крем потом покажу эти два крема ночных они как бы я их использую соответственно для того чтобы закрыть после кислот или допустим когда я делаю кислоты смываемые да то есть я очистила кожу нанесла кислоту и соответственно я могу потом нанести либо гликолевый тоник либо сразу нанести вот эти два одно из этих двух кремов для того чтобы увлажнить напитать кожу восстановить после этого кислотного пилинга и также на ночь я наношу сейчас покажу вам крем для глаз и вот это вот марки здесь у меня 20 миллилитров он продается как и на херк но я его покупала в золотом яблоке это классный крем он тоже натуральный из натуральных компонентов и поэтому многих из-за этого могут происходить аллергические реакции у меня этого не было слава богу вот у меня уже половина использована такой немножко как бы не пластмассовый тюбик он такого желтого цвета потому что здесь составе классный крем укрепление разглаживание питание крем препятствия образования морщин деликатные области вокруг глаз помогает удержать влагу улучшает тонус упругости кожи значит здесь изъявляет производитель что можно наносить как утром и вечером в принципе я это делал но утром если вы хотите нанести ему нужно дать время впитаться 15 минут чтобы хорошо лег консилер хорошо легло тональные средства тени там праймер и так далее поэтому как бы ну я его наношу чисто на вечер он увлажняет он питает он такой жирноватенький там составе идет морковь хорошие оксиданты то есть такой крем насыщен оксидантами и кто-то его даже сравнивать с скиллсом с авокадо что такого же свойства имеет он такой немножко знаете консистенция такая как бы как пластилин то есть не совсем так подается размазывание поэтому я их вот пальчиками помассирую и потом уже распределяю вокруг глаз и наверху и здесь а для того чтобы как бы не жгет ничего не происходит хорошо увлажняет растягивает кожу и питает очень здоровская торговский крем присмотритесь но не с дешевых конечно версий но мне понравился мне нравится в принципе это единственный крем для глаз который у меня существует на данный момент это только вот вечером наношу но если совсем уже подсохла в какой глаз я могу нанести и днем а так а тот крем который я использую днем это корейское направление я наношу его полностью и на лицо и на века но и на глаза потому что корейские направления многие крема и создает полностью то есть на все это то что касается у нас значит моего вечернего ухода надеюсь что я все рассказала по поводу вечернего ухода ничего вам не забыла да еще могу сказать про вот такие вот салфетки вот у меня такая салфетка лежала это как можно использовать в очищении как уход ну как снимать майкап лежал у меня в кабеете косметички а вот такой пакетик я если честно не поняла так что про него не буду заострять внимание пойдет мне в пустые баночки потом расскажу вам так это касается значит вечернего ухода то что касается утром когда я встаю когда я встаю да вот забыла в вечернем уходе я хочу вам показать вот такой вот гаджет он есть и более меньших размеров значит и когда я наношу какое-нибудь масло я могу использовать когда я наношу там тот же самый витамин c или там рефератрол то есть он такой на масляной основе я как бы чтобы лучше впиталась я массажирую по направлениям мышцы значит мы этих массажных линий значит и на массажирую и шею и здесь и здесь и здесь она хорошо впитывается в принципе хорошо даже подтягивается так что эти гаджеты они помогают они помогают покупала я его в подружке что-то в районе там 500 рублей кстати очень хорошее присмотритесь мне очень понравилось почему бы и нет итак теперь касается что у нас вы еще не устали надеюсь касается то что у нас днем когда я встаю и я умываюсь умываюсь водой я не использую ни тоники я не использую ни какие-то там средства я не очищая не умываюсь пенками гелями с утра если я накануне вечером что-то делала какую-то процедуру и чувствую что мне надо все-таки утром очистить кожу я могу использовать вот этот вот крем гель этот крем гель и он хорошо работает и хорошо исполняет свою задачу но это бывает настолько редко поэтому я не чищаю я умылась умыла лицо и я сразу могу наносить значит во первых то что я храню в холодильнике обязательно я наношу такие вот патчи покупая на сайте на сайте ахерб присмотритесь очень хорошие патчи хорошие у них форма они кстати обновили форму вот такая вот у них видите форма хорошо лежит под глазиком вот форма и хорошо служит хорошо питает и хорошо какие-то припухлости убирает посветляет кожу под глазами и хорошо это все делает хотя что могу сказать вот этот вот крем он классно высветляет кожу под глазами очень классно и и морщинки выравнивает и и высветляет поэтому я с утра встаю у меня нету ни синей бы ни опухлости ничего нету но вот эти патчи я пользуюсь не могу сказать что каждое утро но все равно пользуюсь обязательно вот этот второй а вторая позиция которую надо хранить в холодильнике значит использую патчи похожу я всегда использую минут 30 20 30 минут похожу и потом я начинаю наносить средства которые подготавливают кожу к макияжу первое то что могу вам показать если я вижу что у меня какие-то есть высыпания то есть я наношу сразу это не цинамид десять процентов и плюс цинк один процент эти вещества в средства которые сейчас я буду показывать в утреннем уходе их не нельзя применять вечерним потому что их не принять нельзя применять ни с витамином c ни с кислотами не с ретинолом нельзя то есть кислоты пилинги ретинолы это отдельно а всякие другие средства которые я показываю то есть а не цинамид там допустим какие-то аминные какие-то эти средства с витаминками допустим те же самые матриксил или еще что-то для морщинок это все отдельно как раз у меня это утром значит такой уже вот бутылечек у меня идет да и есть пипеточка уже конечно под заканчивается обязательно буду заканчиваю закачивать извините обязательно буду заказывать но уже не в 30 миллилитров а в 60 до у меня уже в корзине советую 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 классное средство присмотритесь для подростков для детей если у вас проблемы хорошо подсушивает хорошо заживляет убирает воспаление выравнивает какие-то даже у связанные допустим а вот эти вот капиллярные которые у нас есть с возрастом как они называются капиллярные штучки тоже хорошо с ними работает я заметила а он их приглушает очень классно мне нравится присмотритесь это классное средство вообще марка за орденере я вам не раз говорила что мне очень сильно нравится замечательно значит я наношу это средство на те области на все лицо а им на те области куда мне надо вот там подсушить зажить и прыщик там еще что-то вот дальше а после этого я могу развести из трех позиций такой коктейльчик а могу их наносить отдельно каждый подряд за собой чтобы нанести это итак первое это аргиллерин 10 процентов 30 миллилитров значит то же самое вся же упаковочка бутылечек бутылечек у нас матовый вот у меня уже половина это прям водичка водичка я добавляю могу отдельно его нанести на т-зону там где у меня а значит я бы хотела бы как сказать это ослабить марма залома морщины чтобы не было такой сильной динамики да то есть когда вот мы допустим кто-то там колет ботокс это же время колола ботокс поверьте мне и вот этот мой лоб без ботокса а потому что я над ним работаю и было намного намного хуже там год назад два года назад значит я наношу вот сюда вот втираю прям наношу на носогубки наношу вокруг глаз почему опять же я не использую крем для глаз потому что мне достаточно того что у меня есть вокруг глаз замечательно все вот эти мимические морщинки когда вот мы улыбаемся от эти морщинки под глазами у меня больше борьба это с глазами идет и все это наношу она хорошо впитывается следующее средство я наношу матриксил 10 процентов здесь тоже 30 миллилитров и тоже такое же вот у меня под заканчивается уже три этот матовое стекло но более уже такое густое уже такое более тяну че более такое уплотненное и я его наношу конечно же в первую очередь на т-зону на шею и это такое средство это пептиды да которые вот выталкивают выталкивают можно сказать заполняют вот эти вот морщинки наши наши вот эти заломы она как бы вот изнутри это все делает я могу их просто вдвоем смешать и нанести на все лицо могу их по отдельности сделать это даже могу присоединить вот этот вот комплекс аминный аминоксид плюс 5 в 5 витамин здесь тоже 30 миллилитров тоже он находится вот таком вот затемненном стекле тоже уже сколько я его использовала то есть также все то есть вот эти три позиции с утра я могу нанести как коктейльчик соединила раз распределила размазала и на все лицо определила и наши обязательно уши шею но и декольте обязательно не забывайте такая же часть кожи у нас находится либо по очереди этот конечно же дать надо время впитаться этим быстро впитывается здесь немножко есть такая масляная консистенция это комплекс витаминные его я не делаю на постоянной основе я его делаю как бы сказать курсами потому что а чтобы подпитать лицо витаминками плюс b5 это очень здорово вообще и я поэтому я наношу конечно же это как оксидан как заживляющие средства как увлажняющие средства питающие и в то же время как защищающие от окружающей среды вот этих три позиции я наношу с утра с утра нанесла и даю поработать хожу какие-то дела свои делаю то есть даю впитаться даю проработать даю проникнуть чтобы это все было классно дальше я следующий этап когда я чувствую что все кожа впитала я наношу свой теперь уже самый любимый крем который вам рассказывал предыдущем видео это крем от марки хаксли значит я им пользуюсь и не нарадуюсь и вам советую присмотритесь к этому крему это корейский крем в корее это считается люксом конечно же здесь 50 миллилитров много его не надо он виде как суфле он такой знаете тает тает на лице он это просто классно как как он себя ведет здесь есть лопаточка он закрывает закрывается защищает вот такой вот крем посмотрите сейчас фокусируется классный кремом как в виде суфле но вы не представляете какой он классный а запах просто бомба вообще этот крем я распределяю по всему лицу и на глаза тоже и классно себя ведет кожа и ничего страшного нету да и вообще здесь насколько я ну да здесь насколько я понимаю здесь он является ночным либо дневным он просто является кремом его можно наносить как и ночью так и днем без разницы я его как-то вот люблю храню и наношу только днем на него ложится классно макияж на него ложится классно праймер хотя праймера мне не нужен я как бы уже даже ушла от праймера и я тональное средство на этот крем на ну накладывается просто здорово консилер просто здорово то есть никаких проблем нету но когда я наношу то есть я обязательно жду даю время впитаться привести в порядок и все чтобы она приняла это свою форму впиталась проникла еще хочу сказать что его много наносить не надо потому что чрезмерно излишки они тоже как ну жирнит кожи и все такое если вдруг у нас палящее солнце если вдруг вы сейчас спросите а как же spf то сколько пользуется кислотами это ты там ретинолом пользуешься да про spf я тоже хочу вам рассказать у меня есть крем которым я пользуюсь покупала на сайте ахер пользуюсь как бы хорошо это санблок крем здесь 50 у меня 50 spf натуре републик марка вот такой вот спф я покупала на сайте ахер что могу сказать здесь насколько я помню это тоже корея насколько я помню здесь и химические и физические есть spf но вы знаете я spf больше наношу когда действительно теплая осень весна лето я зимой что-то так не наношу spf потому что солнца практически нету здесь шапку надела здесь укуталась курткой и какое солнце куда она проникнет и естественно как бы когда есть солнце это какой-то обеденный перерыв о мы в это время сидим в домашних условиях четырех стенах или там где-то еще поэтому я spf как-то зимы не наношу но всегда он у меня есть наличие этот spf вы знаете его тоже много не надо очень экономичный расход и он такой подсвечивающий эффект имеет то есть он немножко подсвечивает из-под кожи как такое хайлайтер что-то смотрится не знаю но то есть как бы мне нравится кому то конечно пауза мне нравится мне это нравится я вообще люблю этот spf он не забивает ни поры никакие то после него высыпание ничего не происходит то есть здорово он когда вот он действительно в такую жаркую погоду когда солнце он хорошо защищает просто здорово и кстати когда у меня были проблемы у меня вот здесь немножко были высыпания этих пигментных пятен а вот витамин c вот этот вот витамин c он очень классно мне их убрал хотя здесь пять процентов всего аскорбиновой кислоты но после этого витамина c кожи конечно это просто прелесть это просто прелесть не экономное средство но это просто прелесть и я думаю да я на нем точно разорюсь потому что я не смогу больше чтобы не заказать его я обязательно захочу его заказать болтаю болтаю прям уже все устала и последнее наверное что хочу показать значит тоже как бы сказать это гаджет у меня чем я могу смывать кислоты какие-то маски покупаю всегда три штуки в этом экспрессе за 55 рублей я часто меняю выкидываю и вот такие вот маски тканевые только вот такие вот я использую тканевые маски именно вот этой фирмы снп вот то что я патчи использую вот это вот мне нравится они хорошо у них классные лекала вообще супер сколько будем тебя шито и классные увлажненные здесь много эмульсии остаток эмульсии разношу на шею на дель кольте хорошо увлажняет когда надо выглядеть красиво когда надо выглядеть тем более когда после кислот вот этот маска она тебя просто спасает там в упаковке 10 штук надолго хватает потому что я эти маски честно я масками пользуюсь очень редко зимний период я вообще масками не пользуюсь я пользуюсь больше в летний период потому что там немножко меньше кислоты используя меньше ретинола использую в этот в это лето посмотрю как будет потому что вот зимний период я прям конечно агрессивные кислоты ретинолы витамин c все-таки процентности высокие да и поэтому как бы мне хватает я вижу состояние кожи и то что не надо там что-то очищать вычищает все замечательно а вот летом я уже использую масочки но потом уже этого летний период я вам расскажу свой летний уход это у меня считается как зимний уход именно вот с конца осени до начала весны это вот все что у меня вот здесь вот есть вот так вот у меня хранится в ванне стоит это мой удел моя сфера и я этим пользуюсь поэтому как бы вот так и то что касается конечно у мувашек это летом и зимой а то что касается уход конечно он меняется и здесь я могу только вот эти ткани его использовать они очень классные мне очень нравится суперские при том что цена как бы отвечает за качество и нормально все в принципе это все что я вам хотела рассказать и показать мой уход мой зимний уход и вечерний и утренний который я могу посоветовать все что здесь показывала вам поверьте девчонки я все могу вам советовать с какими-то позициями надо быть очень очень осторожным подготовленным не забывайте об этом храните свою кожу берегите ухаживайте за своей кожей потому что я пришел к такому выводу да мы все будем стареть но я хочу именно используя такую фразу что я хочу красиво стареть не просто замучены не просто замызганы не просто там не ухожены а именно красиво стареть до появятся эти морщинки нет от них никуда не уйдешь совершенно правильно но мне хочется красиво стареть и в 50 60 не выглядеть как бабулька а выглядеть соответственно в другой форме и в другом виде так сказать поэтому ухаживайте за собой если есть какие-то рекомендации пожелания или вопрос оставляйте все в комментариях обязательно отвечу если вам понравилось это видео став поднимите пальчик кверху если вам не трудно мне будет очень и очень как бы сказать для меня это очень важно мне очень будет приятно чтобы это сделать и обязательно не забывайте подписываться на этот канал потому что следующее видео я хочу вам рассказать который хочу посоветовать это связано с декоративной косметикой но и со всеми причиналами женскими которыми нам очень необходимы поэтому всем всего хорошего берегите друг друга всем пока пока